Исторический процесс в новое и новейшее время и структура современного мира. Именно так звучала тема российско-китайского кругового стола, который провели в онлайн-режиме. Глобальный мир сегодня переживает глубокую трансформацию. Все больше и больше стран ступают на путь свободного, суверенного развития, находят опору в собственных традиционных ценностях. Эти позитивные изменения, воплощающие принцип равенства всех участников международных отношений, объективно назрели. Однако на их пути стоит узкая группа западных стран, западных тоталитарно-либеральных режимов, по сути узурпировавших право определять вектор развития человечества, навязавшего миру свой неоколониальный порядок. В видеоконференции приняли участие известные российские и китайские ученые-историки, которые обсудили исторический генезис современного империализма коллективного Запада и высказали свои мнения о путях формирования новой, более международных отношений. Сегодня в мире происходят глубокие и неведанные за столетия изменения. Возникают различные традиционные и нетрадиционные угрозы, усиливается буллинг, дефицит доверия и развития. Чтобы сохранить свой экономический статус, некоторые крупные державы вернули себе менталитет холодной войны и создали лагерную конфронтацию, что еще больше усугубило беспорядки и раскол во всем мире. Для удержания собственной гегемонии США провоцирует напряженность в разных частях мира. Например, полностью игнорируют позицию России по вопросу расширения НАТО на восток. Другой пример – провокационные визиты некоторых американских политиков на Тайвань или нынешняя ситуация на Украине. Воспользовавшись врожденными пороками украинской государственности, американцы и их союзники использовали эту территорию как плацдарм для наступления на Россию. Привели там к власти откровенных неонацистов, запугали несогласных политическим террором и развязали по-настоящему гражданскую войну. Вашингтон, уверен Сергей Нарышкин, и дальше продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы. Впрочем, большинство европейских политиков уже давно не ориентируется на устремление собственных граждан, а их страны фактически находятся в прямом подчинении Вашингтону. И сама встреча с китайскими партнерами и близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире еще и еще раз подтверждает, что к вот этой одиозной западной кампании по так называемой отмене России не присоединилось подавляющее большинство населения мира. И более того, несогласие с такой агрессивной, циничной политикой в тоталитарно-либеральных режимах Запада звучит все громче и громче. Это происходит в связи с тем, что в мире растет понимание сути таких глобальных процессов эволюции современного миропорядка. Ранее в 2020 году, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, председатель российского исторического общества уже проводил российско-китайский телемост. Участники, ведущие историки и дипломаты тогда обсудили подходы двух стран к истории Второй мировой войны. И тогда, и сейчас, в ходе круглого стола, участники были солидарны в оценках. Речь шла о таких глобальных проблемах, где мы, в общем, нашли с нашими китайскими коллегами общие точки соприкосновения и общее понимание было этих проблем. Оно сводится, в общем-то, к краткому тезису о том, что сложился многополярный мир и современный исторический процесс, он как раз отражает, несмотря на все попытки Запада восстановить свою гегемонию, он отражает этот объективный ход истории, предполагающий, что в мире есть не только одна точка силы. История учит, что любые попытки добиться мирового господства неизбежно оканчиваются крахом. Поэтому есть уверенность, что человечеству хватит мудрости выйти из этого глобального кризиса с новой, более устойчивой системой международных отношений, в основу которой будет положена доктрина многополярности. Служба информации фонда История Отечества.